А если вы внимательно следите за нашими эфирами, то в анонсе культурных мероприятий уже слышали о таком фильме, как бонус-трек. В конце минувшей недели состоялась премьера нового эстонского документального фильма, который рассказывает об известном композиторе и музыканте Свене Грюнберге. Увидеть этот фильм с русскими субтитрами можно в Таллиннском кинотеатре Artists совершенно в любой день. В гостях у нас сегодня режиссер документального фильма «Бонус-трек» Рихо Вестрик. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рихо, расскажите об истории создания фильма, о том, какие отношения вас связывали с композитором. С Свеном Грюнбергом я знаком уже почти 10 лет, потому что он компонировал музыку на несколько моих фильмов. И все это время меня как-то интересовало вопрос, как это так, что у какого-то человека талант такой или же способность посредствовать из космоса такое творчество, а у других нет. И меня интересовало просто факт, как рождается музыка, как рождается творчество. Получили ответы на свои вопросы? Ну, не совсем, но кое-что, я думаю, я и получил. Это не только способность посредствовать еще в контексте, какой ты персонаж, кто влиял на твое развитие, какая обстановка. В данный момент все-все такие вещи. И, ну, кое-что, я думаю, я узнал. Но этот фильм посвящен именно конкретно персоне Свена Грюнберга или все-таки именно вопросу о рождении музыки? Чего там больше? Это посвящено, конечно, персоне Свена Грюнберга, но и в том числе, конечно, это его главное занятие – компонировать. Но не только. Также в Эстонии принято его называть не композитором или музыкантом, а явлением. Это значит, он комплексный человек. Его нельзя смотреть... Только в одном ракурсе, да? Только в одном ракурсе. Надо иметь в виду, что он и буддист, он и моралист, можно сказать, который в любой момент может проповедовать какие-то гуманитарные ценности. И делать это очень классно. Будет ли этот фильм интересен тем... Вы с ним знакомы 10 лет. Понятное дело, что у вас есть такие истории, которые понятны только вам. А вот людям, которые не знакомы со Свеном в течение такого длительного времени, будет ли этот фильм интересен и понятен? Я надеюсь, что будет. Конечно, это же не мой рассказ для меня самого. Это же все-таки сделано таким образом, чтобы посредствовать того, как я понимаю этого человека, зрителя. Говорится в некоторых источниках о том, что в начале своей карьеры Свин Грюнберг подражал синтезаторный рок-музыки великих композиторов Ван Гелеса и Гитара, а позже обратился к космическому звучанию, включая туда фольклорные элементы. Что это все значит? Раскройте нам вот эту фразу. Ну, это да, что он, во-первых, был пионером прогрессивного рок-музыки в Советском Союзе. И потом же начал заниматься электронной музыкой. Также одним из пионеров во всем Союзе в это время. И как раз, поскольку я знаю, самый классный синтезатор вообще во всем Союзе был в Москве. И там же, когда он ездил туда, в студию электронной музыки, он встретился с интересными московскими композиторами, которые уже в это время увлекались мировой музыкой. И его заразили с этим. И получается так, что он бывший еще юношей, 20-22 года, как раз от этих гуру узнал о вещей, которые уже потом начал развивать сам тут. Бонус-трек — это же тот самый трек, который идет дополнительным после альбома. То есть тот, который не выпускался вместе со всем остальным списком. Почему вы так назвали свой фильм? Там звучит что-то из неизданного или почему бонус-трек? Для меня это метафорно. В этом плане, что у моего героя 5 лет назад была очень серьезная операция сердечная. И он мог бы и не выйти из этой ситуации. Для меня ему дали еще один шанс. Это и есть бонус-трек. Но Свен Грюнберг известен также тем, что он написал музыку к очень известному фильму у «Отелю погибшего альпиниста», а также к мультфильмам «Накситралли», «Лотте». Сделали его именно вот эти композиции широко известным среди публики? Ну, можно сказать, что «Отелю погибшего альпиниста» — это самое культовое произведение, которое, конечно, его отправили на Парнас. Он был только... В это время ему было 22 года только. И после этого его приглашали в Москву, в команду Михалкова. Сказали, навечно. Но как минимум на 10 лет. Не то, что будет ездить с самолетом и летать, а просто мы тебе квартиру купим, и ты будешь тут работать. Но он отказался. Но, тем не менее, этот фильм до сих пор является культовым. Как в Эстонии, так и, если спросить, у старших поколений в России, например, все помнят этого фильма. Вам известно, почему он отказался? Просто его жизненные планы были другие. Он себя связывал с Эстонией. В фильме, о котором мы говорим, мы говорим все-таки о композиторе. За композитора лучше всего говорить его музыка. Вот в фильме эта музыка звучит. На сколько большое место ей уделяется в вашей линзе? Довольно большое место. Я думаю, где-то один треть, может, четверть фильма, все-таки музыка. Но это не дискография, это не биографическое, в смысле, не список его произведений. Просто я туда выбирал музыку, которая помогает раскрыть его характер. Спасибо огромное. Рихо Вястрик, режиссер документального фильма «Бонус трек» был у нас в студии. Напоминаю, что премьера состоялась на днях. Фильм снят об известном композиторе или явлении Свеной Грюнберге. И можно увидеть этот фильм в кинотеатре «Артис» в любой день. Ну а сейчас о теме фильма, посвященному музыке. Мы переходим, собственно, к музыке. Музыкальная пауза в эфире «Кофе плюс». Музыкальная пауза в эфире «Артис» 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 в эф